А перед тем, как начнется это видео, я хочу поздравить с праздником 8 марта наших милых дам. Дорогие наши женщины, девушки и девочки, от чистого сердца поздравляю вас с этим замечательным праздником. Желаю вам море радости, океан любви и простого человеческого счастья. Друзья, всем привет! Я в Великом Новгороде. И сегодня я предлагаю вам вместе со мной прогуляться по территории Новгородского Кремля. Еще его называется Новгородский детенец. Новгородский детенец – памятник военно-оборонительного зодчества, расположенного на левом берегу реки Волхов. Первое летописное упоминание о нем относится к 1044 году. Новгородский детенец или Кремль, как часть исторического центра Великого Новгорода, входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Общая площадь крепости Новгородского детенца, которая многие века оставалась одной из важнейших оборонительных линий Великого Новгорода, составляет чуть более 12 гектар. Построенные на валу крепостные стены протяженностью 1487 метров имеют высоту от 8 до 15 метров. Толщина стен в разных частях крепости варьируется от 3,6 до 6,5 метров. Из построенных в 15 веке 12 башен до наших дней сохранилось только 9. Внутри Кремля вот такая огромная территория, посмотрите. Вот это Софийский собор, в него мы с вами зайдем и посмотрим. А вот там река Волхов и мост через нее. А вот тут есть такой замечательный памятник «Тысячелетие Руси», на открытие которого приезжал русский император Александр II. По основной композиции памятник воспроизводит шапку Мономаха, эмблему самодержавной власти Российской империи. Он состоит из гигантского шара державы на колокообразном постаменте. Таким образом авторам удалось объединить два важных символа российской и новгородской истории. Атрибут власти – царят самодержца и вечевой колокол. Субтитры создавал DimaTorzok Эти древние ворота знаменательны тем, что на них изображены сюжеты из Библии. На одной половине ворот – сюжеты из Ветхого Завета, а на другой – из Старого. А вот здесь вы можете увидеть вот такую древнюю новгородскую часовню. И, кстати, часы на ней рабочие. Они сейчас показывают правильное время. А в этом здании с 1706 по 1740 год размещалась греко-славянская школа, в которой преподавали греческие просветители Ионики и Сафронии Лихуды. Интересный момент. Здесь такой сохранился элемент деревянного зодчества. Видите, лестница с резьбой. Честно говоря, не знаю, насколько она древняя, но, в общем-то, достаточно красивая. Такой проход с арочными сводами. И мы попадаем с вами совершенно в другое время. Видите, это древние башни. Башни, именно сохранившиеся с тех времен. Всего башен 9. Здесь тоже деревянная лестница. В общем, по-моему, очень-очень интересно и красиво. Не знаю, куда я забрел. Можно ли здесь ходить. Видите, это древняя кладка. Тут все огорожено. И хранится рубль. Вот где рубль. Мне всегда казалось, ну, старые строения, здания, крепости. Просто красиво. На самом деле, когда ты попадаешь непосредственно на место и смотришь на это, ты как будто переносишься в те времена, в те века. И внутри появляется какое-то такое необычное ощущение. Поэтому ради этого ощущения и стоит приехать посмотреть. И вот такая вот красавица, величественная, очень высокая ель. Просто обалдеть. А это собор Святой Софии. Как говорят, где София, там и Новгород. Софийский собор Софийский собор – это самый старый из сохранившихся древнерусских храмов на территории России. Выстроенный князем Владимиром, сыном Ярослава Мудрого, в 1045-1050-х годах, Софийский собор уже в 30-х годах XII века перестал быть княжеским храмом, превратившись в главный храм Новгородской республики. Вплоть до сегодняшнего дня Новгородская София является символом города. Одним из подлинных сокровищ Софийского собора является древнейшая из сохранившихся на Руси рукописных книг – «Астромировая Евангелие». Книга использовалась для ведения богослужений в Софии. В настоящий момент Евангелие хранится в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге. А вот это, друзья, звонница Софийского собора. Мы привыкли с вами, что колокол или колокола стоят непосредственно в соборе, в храме, в церкви, а здесь звонница стоит отдельно. Видимо, из-за веткости конструкции колокола со звонницы сняты, и сегодня они расположены внизу, вот на специальных креплениях, посмотрите. На территории Новгородского Кремля есть очень интересное место. Это грановитая палата. Но в нее вы сходите сами, когда сюда приедете. Там много интересных экспонатов. До скорых встреч и не забудьте подписаться на канал. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!